Ну, знаете, как говорят, рыба гниет с головы, все-таки кадровый голод в России, я считаю, связан с политикой государства, с политикой правительства. Надо создавать нормальные программы, вообще просто надо развивать промышленность прежде всего. Надо, чтобы вот эти должности, эти профессии, профессии рабочего и так далее, все, что связано с этим, чтобы они высокооплачивались, чтобы они, ну, скажем так, были уважаемые профессии, чтобы они ценились. Надо, скажем, создавать, ну, своего рода культ, а у нас создан культ перепродажи, да, каких-то легких денег. Это постоянно, это видно и в прессе, и там, не знаю, на центральном телевидении, везде там, в интернете, что вот, скажем так, легко заработать, можно только занимаясь там финансовыми, там, будучи каким-то там ведущим менеджером и так далее. И, понимаете, такой принцип, где бы не работать, лишь бы не работать. Это, знаете, вот такой менталитет русского человека, и это сейчас, к сожалению, навязывается, внушается и в семье, и в школе. У нас ценности перевернуты, и вот это вот, ну, это просто катастрофа, когда человек считает, что если он будет рабочим, то он будет, я не знаю, как бы человеком второго, даже, можно сказать, третьего сорта. К сожалению, это надо менять, скажем так, и психологию людей, и вообще, конечно, это зависит все-таки от правительства. Надо создавать определенные программы, и вообще, если мы занимаемся сырьем, большая часть, да, средств от продажи сырья, знаете, если промышленность в загоне, если малый бизнес действительно деградирует, тут надо менять вообще политику государства. Этим должно заниматься правительство, этим должен заниматься президент, а все, что мы слышим, только, скажем так, добрые пожелания, которые не реализуются, к сожалению.